На её страницах можно прочесть, чем сегодня живёт город, и даже увидеть лица знакомых. Одному из старейших российских изданий «Самарской газете» в этом году исполнилось 140 лет. О том, чем сейчас живёт издание, рассказали его сотрудники-посетителям региональной выставки «Самара». Она открылась в музее Алабина. Также гости смогли создать свою газету, придумать название, определиться с темами и сделать макет издания. Я была в Москве на выставке ВДНХ России и увидела очень много знакомых, скажем так, экспонатов. Вообще очень круто, на самом деле, что есть в Самаре такие выставки, и это радует. Произвело впечатление выступление сотрудников из «Самарской газеты». Мне очень понравилось узнать историю. Это очень интересно, потому что мне интересна история Самарской области. Первый номер «Самарской газеты» увидел свет в 1884 году. Дореволюционное издание служило центром притяжения литераторов. Помимо Максима Горького, здесь печатались десятки известных авторов, включая Владимира Короленко, Евгения Черикова, Александру Толстую. «Самарская газета» – это городская газета. Газета о людях и для людей. О том, как делать мир интереснее, как понять, что каждый в этом мире очень важен. Печатная пресса, конечно, остается до сих пор очень востребованной. Во-первых, у нас есть свои любимые до сих пор читатели. Это люди старшего возраста, которые не могут без печатной газеты. У нас очень интересное содержание газеты. Там много статей об истории города Самары. Там есть кроссворды, есть телепрограмма, есть много рецептов. Самарскую газету можно купить в киоске. Также бесплатно ее можно взять во многих общественных точках, таких как аэропорт, МФЦ, поликлиники. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.